Здравствуйте мастера и мастерицы! Сегодня с вами хочу посмотреть видео, как вязать вот такую шапочку. Это ажурная легкая нежная шапочка для девочки на лето. Шапочка выполняется ажурным узором из вееров, в центре которого релепный столбик. Данную модель я выполнила для девочки с окружностью головы 50 см. Это 3 года. Под видео есть ссылочка, как вязать такую шапочку на другие окружности головы, на девочку до 2 лет и после 3 лет. Для вязания я использовала 2 мотка пряжи Ланоса Папилон. Это у нас 50% вискоза, 50% хлопок, 50 грамм, 210 метров. Вязала крючком 2,1 мм. Конец нити обматываем вокруг указательного пальца, вводим крючок. Подхватываем ниточку и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее сюда в кольцо вяжем столбики с накидом. Для размера 6-12 месяцев вам можно провязать 15 столбиков с накидом. Для размера 2-3 года 17. Для размера 4-6 лет 18. Теперь стягиваем ниточку. И вяжем соединительный столбик в третью петельку из трех петель подъема. Готово! Это у нас первый ряд. Второй ряд. Вяжем 3 воздушные петли. Это у нас первый столбик. Затем 1 столбик с накидом в эту же петельку. Теперь вяжем по 2 столбика с накидом в каждый следующий столбик. Вот первый столбик. 2 столбика с накидом. Во второй столбик. 1 столбик с накидом. Второй. Третий столбик. 1 столбик с накидом. Второй. И так далее до конца ряда. По 2 столбика с накидом в каждый столбик. 18-й мой столбик. Вяжу сюда 2 столбика с накидом. Итого получается у меня в работе 18 рапортов. Затем соединительный столбик в третью петлю. Вяжем третий ряд. Соединительным столбиком переходим между первым и вторым столбиками. Есть соединительный столбик. Три воздушные петли. Это первый столбик с накидом. Плюс одна воздушная петля. Это между столбиками. Затем вяжем столбик с накидом. Сюда же между первым и вторым столбиками. Готово. Далее между следующими двумя столбиками, то есть вот это первого рапорта два столбика, вот это второго. Между ними снова вводим крючок, вяжем сюда столбик с накидом, воздушная петля и еще один столбик с накидом. Далее снова в третьем рапорте ввожу сюда крючок, вяжу столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Повторяйте вокруг для всех рапортов. И последний 18 рапорт. Между двумя столбиками вяжем столбик, воздушная петля и еще один столбик. Вяжем соединительный столбик в третью петельку. Готовый третий ряд. Четвертый ряд. Перейти соединительным столбиком в арку между столбиками. Вяжем три воздушные петли. Затем два столбика с накидом в эту же арку. Получили три столбика с накидом. Далее продолжить вязать по три столбика с накидом в каждую арку. Вот арка следующего рапорта. Сюда вяжем три столбика с накидом. Один, второй и третий. Итак, в каждую арку между двумя столбиками вязать по три столбика с накидом до конца ряда. Вяжу три столбика с накидом в последний рапорт. Далее вяжем три воздушные петли подъема. Это первый столбик. Затем в центральный столбик, за тело центрального столбика будем вязать рельефный столбик. Сделали накид. Крючок вводим спереди назад. Выводим сзади наперед за тело центрального столбика. Подхватили ниточку. Вывели. И провязали рельефный столбик с накидом. Затем вяжем столбик с накидом простой, между второй и третий столбиками. Готово. Снова рапорт. Вот следующие три столбика. Между первым и вторым столбиками вяжем столбик с накидом. За тело второго столбика вяжем рельефный столбик. Вот так ввели крючок. Провязали сюда рельефный столбик с накидом. И между вторым и третьим столбиками вяжем третий столбик с накидом. Таким образом вязать до конца ряда. Вяжу последний рапорт. Между первым и вторым столбиками столбик с накидом. Рельефный столбик за тело второго столбика. И между вторым и третьим столбиками еще один столбик с накидом. Теперь соединительный столбик в третью петельку. Это готовый пятый ряд. Начинаем вязание шестого ряда. Между первым и вторым столбиками переходим в соединительный столбик. Вяжем три воздушные петли. Это первый столбик с накидом. Плюс еще одна воздушная петля. Далее вяжем рельефный столбик за тело второго, то есть рельефного столбика. Одна воздушная петля. И между вторым и третьим столбиками еще один столбик с накидом. Снова следующий рапорт. Между первым и вторым столбиками вяжем столбик с накидом. Одна воздушная петля. Рельефный столбик за тело второго, то есть рельефного столбика. Одна воздушная петля. Между вторым и третьим столбиками столбик с накидом. Таким образом вязать до конца ряда. Последний рапорт шестого ряда. Между первым и вторым столбиками столбик с накидом. Воздушная петля. Рельефный столбик за тело второго столбика. Воздушная петля. Между вторым и третьим столбиками столбик с накидом. Теперь соединительный столбик в третью петлю из четырех. Готовый шестой ряд. Вяжем седьмой ряд. Переходим с соединительным столбиком в арку между первым и вторым столбиками. Сюда вяжем 3 воздушные петли. Это первый столбик с накидом. И еще один столбик с накидом в эту же арку. Теперь вяжем рельефный столбик за тело рельефного столбика. Между рельефным и следующим столбиками вяжем 2 столбика с накидом. 1 и 2. То есть теперь у нас в рапорте 5 столбиков с накидом. Центральный из них рельефный. Следующий рапорт. Между первым и вторым столбиками в арку 2 столбика с накидом. Рельефный столбик за тело центрального столбика. Между вторым и третьим столбиками в арку еще 2 столбика с накидом. Теперь повторяю для остальных рапортов. Последний рапорт седьмого ряда. 2 столбиками между первым и вторым столбиками. Рельефный столбик за тело второго столбика. И 2 столбика между вторым и третьим столбиками. Затем соединительный столбик в третью петлю трех петель подъема. Готовый седьмой ряд. Начинаю вязание восьмого ряда. Итак, у нас в каждом рапорте теперь по 5 столбиков. Переходим соединительными столбиками между вторым и третьим столбиками. То есть, это соединительный столбик во второй столбик. И соединительный столбик между вторым и третьим столбиками. Вяжем 3 воздушные петли. Это у нас первый столбик с накидом. Затем еще один столбик с накидом сюда же между этими столбиками. Одна воздушная петля. Вяжем рельефный столбик за тело центрального третьего столбика. Снова одна воздушная петля. И вяжем 2 столбика с накидом между третьим и следующими двумя столбиками. Один и два. Это готовый первый рапорт. Повторяем следующий рапорт. Два столбика пропустить. Между вторым и третьим столбиками вяжем 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля. Вяжем рельефный столбик за тело центрального столбика. Одна воздушная петля. Два столбика с накидом между третьим и следующими столбиками. Это второй рапорт. Таким образом вязать до конца ряда. Мой последний рапорт. Между вторым и третьим столбиками вяжу 2 столбика с накидом. Первый и второй. Одна воздушная петля. Рельефный столбик за тело центрального столбика. Одна воздушная петля. Два столбика с накидом между третьим и четвертым столбиками. Закончить ряд соединительным столбиком в третью петельку. Это был восьмой ряд. Начиная с девятого и все последующие ряды мы вяжем как восьмой ряд. То есть соединительными столбиками теперь переходим в арку между вторым и третьим столбиками. Это первый соединительный столбик во второй столбик. И соединительный столбик в арочку. Теперь 3 воздушные петли. Это первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом в эту же арку. Одна воздушная петля. Рельефный столбик за тело центрального столбика. Одна воздушная петля. Два столбика с накидом в арку после центрального столбика. 1 и 2 повторяем раппорт в арку между вторым и третьим столбиками вяжем 2 столбика с накидом 1 и 2 1 воздушная петля в рельефный столбик то есть 3 центральный вяжем рельефный столбик 1 воздушная петля в арку после рельефного столбика вяжем снова 2 столбика с накидом таким образом вязать для всех раппортов это 9 ряд то есть все ряды последующие повторять вот этот 8 9 ряд и так я повторяла 8 ряд до высоты 16 с половиной сантиметров символ у меня провязано 24 ряда начинаем вязание 25 ряда соединительным столбиком нам нужно перейти в центральный столбик первый соединительный столбик следующий столбик второй соединительный столбик в арку и третий соединительный столбик центральный столбик далее 1 воздушная петля теперь начинаем вязание раппорта Делаем накид и вяжем 7 столбиков с накидом между двумя веерами. Это первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее вяжем столбик без накида в следующий центральный столбик, в следующие веера. Повторяем раппорт. 7 столбиков с накидом между веерами. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И столбик без накида в следующий центральный столбик. Таким образом вязать до конца ряда. После последнего раппорта вяжем соединительный столбик вот сюда, в первую воздушную петлю. Затем еще одну воздушную петлю туго стягиваем, обрезаем и прячем нить. Вот таким образом прячем ниточку. Наша шапочка готова. Осталось украсить ее декоративными элементами. Спасибо большое! С вами была школа вязания «Наша пряжа». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok